Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Своё актёрское и прошлое, ведь и образование, и работу в театре? Нет, не хочу вычеркивать, просто хочу объявляшку о певице. Всё, договорились. Певица, в общем, да, подтверждением тому, друзья, является клип, который только что был на ваших экранах, и песня, которая была в ваших приёмниках, и мероприятие, которое состоится в Москве завтра. 3 ноября. Вегас Сити Холл и презентация нового альбома Варвары. Варечка, ну давай тогда рассказывай, потому что всё-таки твоё детище. Спасибо тебе большое за диск, многоголосие вот у меня в руках. Покажите, пожалуйста, крупным планом. А Варвара рассказывает. Так, ну что хочу сказать вообще. Я хочу всех, на самом деле, пригласить завтра прийти к нам в гости. И, во-первых, повидать замечательную площадку Вегас Сити Холл. Это довольно новая площадка. И, кстати, возьму себе за честь сказать, что мы в том году открывали эту площадку именно с живым выступлением. То есть именно твой первый концерт был? То есть вообще на этой площадке был первый концерт? Первое, да, живое выступление, такой музыкальный концерт был первый. В том году мы открывали Вегас. Мне очень приятно. И в этом году мы продолжаем такую традицию, получается, презентовать наши альбомы именно в этом зале замечательном. Там, как и у всего Крокус Продакшена, очень замечательная первая атмосфера, второе, профессионализм и качество всего. Ну, в общем, приходите, убедитесь в этом сами. Ну, это же презентация нового альбома, это даже не просто концерт. Поэтому, конечно, хочется узнать, что в альбоме, что люди услышат. Будут ли уже известные любимые песни или будут преимущественно новые? В общем, та же эта Варвара будет или какого-то неожиданного? Вообще никакого секрета в этом нет. Мы сыграем вот прям целиком альбом. А, собственно, начинается он с композиции «Ниже ноля». Мы так и сделаем. Начнем именно с нее. И сыграем живьем все те песни, которые записаны у нас на альбоме. И, конечно же, во второй части концерта сыграем песни, которые уже известны. Из предыдущих альбомов, да? А что касается музыкантов твоей группы, это тоже команда, которая уже всем известна? Или, возможно, произошли какие-то изменения там? Ну, изменений вроде никаких нет. Это моя банда, с которой мы выпустили и альбом «Варежка». Сколько музыкантов в итоге на сцене мы увидим? Так, ну, на сцене будет Петр-барабанщик, Виктор-басист, клавиши Дима. Потом... Сколько я уже? Трое, да? Да. Значит, флейта Саша, гитара Саша. А также, кстати, будет новшество. Впервые мы попробовали внедрить бэки, бэк-вокал. Ксения и Наташа, замечательные девахи будут нам в этом помогать. Вот. Такая сбылась моя давняя мечта. Тот бэк-вокал, который записан на альбоме, который я прописала в студии, мне всегда на живых выступлениях очень не хватает его. Потому что как его воспроизвести, у меня только один голос. Ну, в общем-то, да. Вот. И вот эта вот мечта исполнить композиции с бэками. Ну, ты чувствуешь, что, да, как-то все звучит еще сильнее, еще сочнее? Да, конечно. С бэк-вокалом. Да, сто процентов это прям. Я очень люблю. Отлично. Что касается этого своего альбома «Многоголосия», каким образом ты выбирала песню для него? Потому что вот насколько написано у тебя в пресс-феризе, там есть также и песня твоего величайшего дедушки Юрия Высбора, да? Есть и бабушки, конечно, Ады Якушевой. Есть еще авторы представлены? Другие в твоем альбоме? Конечно, конечно. Спасибо, что сказали про дедушку, это правда. Скажем еще не раз, конечно. И про бабушку. Я надеюсь, что это вообще такая добрая традиция будет на моих альбомах. Надеюсь, что их еще будет хотя бы несколько. Ну, конечно, будет много. Почему несколько? Соответственно, есть четыре композиции замечательного автора Наниева. Она и... Я бы сказала, что она вообще очень талантливый человек, и в совокупности она и автор песен, и сама исполнитель в таком утонченном, таком джазовом стиле. Вот. Четыре композиции ее. Также есть замечательная песня, про которую я вам хотела рассказать. «Падал снег». Как раз она совершенно случайно попала к нам на альбом, но когда я ее услышала, это Вологодские авторы. Правильно я говорю? Идем. Хотели у Романа спросить, да здесь директор также, Варвара, находится. Вологодские авторы, можно так сказать, замечательный композитор Виктория Андреева и замечательный автор стихов Дениса Романенко. Вот «Падал снег», получилась такая композиция. Ну, это твои такие относительно новые знакомые, да, я так понимаю? А как же тогда ты обратила внимание на их песню? Что они традиционно прислали тебе по почте, или какое-то знакомство произошло? Это вот интернет, реальная сила, потому что позволяет сквозь расстояние донести... То есть что угодно, в общем-то, да. Ну, донести очень ценные вещи, вот так скажем. Что касается завтрашнего концерта, ты волнуешься, скажи, как вообще? Тебе это присуще, волнение перед выступлениями? После того, как я выступила недавно на Первом канале, мне кажется, я больше не буду волноваться. Да? Ты имеешь в виду Ивана Органта? Да, да. Ну, это же уже было твое не первое выступление на Первом канале, было шоу «Голос» два года назад. А что в этот раз как-то очень стрессово все вышло для себя? Я просто поняла, что я очень переживаю, когда первый канал. То есть у меня какой-то есть, видимо, такой момент ответственности, что ты очень ответственно подходишь. И от этого, ну, каждый из нас знает, что к большим и серьёзным делам нужно относиться с лёгкостью, с непосредственностью, и тогда они будут получаться круто. А если так маленьким, наоборот, событиям, нужно относиться серьёзно и качественно, всё продумать. То есть ты можешь сказать смело, что после выступления на Первом канале тебе вообще не страшна никакая площадка? Друзья, отлично. Мы продолжим общаться. У нас сегодня в гостях Варвары Висбор. Никуда не девайтесь, пожалуйста. И, кстати, если есть желание, вы можете воспользоваться случаем и задать вопросы Варваре. Ватсап и вайбер 8909-928-1-89-9. Лучшее в стране. Прямо сейчас мы порадовали огромное количество зрителей, слушателей телерадиоканала «Страна ФМ», потому что я знаю, что это любимый клип и песня абсолютно многих-многих. Варвара Висбор у нас сегодня в гостях, друзья. Программа «Лучшая в стране» продолжается. Варварь, спасибо тебе огромное и спасибо, конечно, Элвану за этот потрясающий клип. А раз уж так случилось, мы его посмотрели, очень хочу, чтобы ты рассказала, потому что наверняка там есть что. Но съёмки проходили, во-первых, действительно в Якутии. Да, это по-настоящему. Это настоящая Якутия. Я безумно рада, что... Вообще очень люблю Азию. Я была в Вьетнаме, в Таиланде. И я безумно рада, что я посмотрела Якутск. Ну, не Якутию, но хотя бы Якутск. Печать, конечно. Да, хотя бы на пару денёчков там побыла, потому что это... Мне показалось, что это другая планета. Мне очень там понравилось. Мне очень понравились люди, с которыми мы контактили, скажем так, во время съёмок клипа. Скажи, достались ли тебе эти потрясающие костюмы, которые были задействованы в съёмках? Нет, нет. Вот это жаль, конечно. Какие-то просто адские шубы из каких-то нереально там известных людей. То есть... Да, даже так. То есть это не просто какие-то шубы, а шубы, кого надо шубы. Кого надо шубы, да. Ну, это замечательно. В общем, я рада, что тебе удалось и побывать, повидать Якутию, как-то познакомиться с ней поближе. Ну, и работа действительно получилась очень яркая, колоритная. Спасибо. Но это же ещё не конец ваших творческих взаимоотношений с Салаваном. Есть уже точно вышедшая песня, ваше совместное новое эхо в интернете. То есть специальная какая-то была запись сделана, да, к фильму или к чему? Всё правильно, да. Это саундтрек к сериалу «Чернобыль». Спасибо. «Чернобыль». По-моему, это второй сезон или что-то типа того, где по сюжету происходят всякие перипетии со временем. И надо сказать, что у Ливана вышел альбом, целый альбом саундтрека, там семь композиций. Пожалуйста, послушайте это, потому что это просто музыкальный кайф. Это кач, это прекрасный текст, это слияние действительно эпох, потому что где-то мелькают вот эти известные мотивы советских композиций, в которые вплетён современный текст Ливана. В общем, всё это вот так замешано, это очень ритмично, очень качёво. И я хочу сказать, что Ливану помогал такой замечательный человек, музыкант и тоже рэпер Нелл. Они давно дружат и сотрудничают, я тоже хотела ваше внимание на это обратить. В общем, это потрясающий релиз, называется «1985». Можно найти в интернете. Ну и, конечно, самое главное, новость радостная для нас, что будет клип. Будет клип, да. Да, действительно, мы сняли клип, теперь с нетерпением ждём. То есть я понимаю, что там какие-то последние монтажи происходят, да, и буквально выход уже случится очень скоро. Уже на то. Ура! Прекрасно, ждём. Значит, точно можем полагать, что этот клип окажется в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Ну, из чего мы делаем, конечно, вывод, что вас связывает дружба прям с Ливаном? Ну, это... Творческая симпатия, как ты это назовёшь? Ну, безусловно, ну, конечно, да, да, безусловно. Он будет завтра на твоём концерте? Нет, не будет, он очень занятой. У него у самого будет концерт 19 ноября в Крокусе с симфоническим оркестром. С подрослым, конечно. Я очень мечтаю туда попасть, и если будет у нас в графике такая возможность, то Ливан меня пригласил. В общем, если всё срастётся, мечтаю туда попасть. А что касается твоих каких-то фантазий или мечт музыкальных, у тебя есть такая мысль попробовать тоже выступить с симфоническим оркестром, сделать концерт? Я думаю, что, на самом деле, у очень многих артистов есть такая мечта, и я, безусловно, не исключение. Это замечательно, потрясающе. Это очень обогащает музыку и такие шоу. Совершенно иное звучание, даже атмосфера совсем другая. Друзья, программа «Лучшая в стране». Опять прервёмся ненадолго, и после чего продолжим общаться. У нас сегодня Варвара Висбракостя. «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Да, друзья, программа продолжается. У нас сегодня в гостях Варвара Висбракостя. В канун своего сольного большого концерта, презентации нового альбома «Многоголосия». Уже завтра мы все с вами сможем оказаться в Vegas City Hall, ну и насладиться собственным творчеством, потому что будут премьеры, абсолютно новые, неожиданные аранжировки, да, обработки известных песен, известных причём даже нашим родителям. Потому что в репертуаре Варвары есть песни дедушки Юрия Висбры, бабушки Ады Якушевой. Варечка, кстати, что касается «Сумерек». Вот «Люся» — это песня дедушки Юрия Висбры, а «Сумерки» — это песня как раз-таки бабушки. Правильно я все понимаю, да? Скажи, пожалуйста, ты в их песнях, когда смотришь, понятно, что ты знаешь хорошо наверняка репертуары, да, своих близких, любимых, великих людей, но что у них общего, по-твоему, между собой, чем они похожи? И если есть отличия, то явно это какое оно? Вот твоё именно мнение хочется узнать. Интересный вопрос, спасибо. Такой редкий. Я знаю и слышала много раз на записях, как Юрий Висбар исполняет песни Ады Якушевой. Из чего я понимаю, что ему лично очень нравились эти песни. То есть он лично в них находил что-то близкое своё, потому что, ну, иначе бы просто не стал это делать. Они совсем чужие песни, да, конечно, не пьём бы. Поэтому вот какая-то, видимо, связь действительно творческая у них была. Я знаю, что по рассказам тоже родных, что они и периодически там советовались друг с другом, и даже были какие-то стычки о том, какими должны быть рассветами. Да, возникали споры, и они как-то их очень ярко и сердечно решали. Какое слово, какая тут метафора должна быть здесь и так далее. Вот, поэтому близость, конечно, есть. Если поразмышлять на тему разности, ну, бабушка представляется мне, конечно, таким более каким-то хрустальным, немножко над землёй. Такое вот творчество над землёй. Ну, а Висбор, он и юмору мог поддать, и брутальности. В общем, что-то такое, наверное, главное отличие, что-то женское и мужское. Наверное, да. Просто прежде всего, наверное. Да, две половинки такие. А я где-то читала в твоём интервью, ты рассказываешь о том, как бабушка реагировала на твои песни, музыцирование твоей, ты же достаточно рано с братишкой, да? Вы стали, по-моему, делать уже свои аранжировки какие-то, всё это под гитарку исполнять. И ты рассказывала, что она смеялась и удивлялась. Ну, а даже неужели это моя песня или там, что это песня деда? А скажи, а мама твоя как Татьяна Висбор реагирует? Вот сегодня на твои новые аранжировки, взгляды на эти песни. И надо, конечно, сказать, вдруг кто-то не знает, что Татьяна Юрьевна Висбор, она, в общем, тоже пишет сама песня, и прежде всего она известная телерадиоведущая, да? Да, песни она не пишет. Не пишет, но исполняет. Исполняет, да. Я думаю, что, конечно, её конёк — это такой жанр разговора, безусловно, и жанр... она очень много знает всяких баек, интересных таких как раз историй. Она такой у нас хранитель всего этого. Авторской песней, да, имеется в виду в большей степени? Ну, что бы тут сказать? Правда? Не люблю слово авторской песни. Ну, наверное, да, да, наверное, да. Так, а в чём был, собственно, вопрос? Как она реагирует на твою интерпретацию, да, на новую жизнь, которую ты вдыхаешь в жизни? Она поддерживает что-то, к чему-то она сразу проникается, а к чему-то она говорит, а так мне надо подпривыкнуть, как бы интересно, но вот... Ну, а так, чтобы категорично сказала, что, Варя, мне кажется, вот это надо переделать, это вообще не надо так, не надо, нет? Нет. Не осмеливается. Доверяю абсолютно полностью, да? А твой брат, расскажи, пожалуйста, он сейчас чем занимается, и почему ваши пути разошлись, потому как вы же выступали какое-то время вместе, ну, пели, во всяком случае, да? Да, но мы были... Я сейчас с высот своего возраста могу сказать, что мы были совсем детишками, вот, и, безусловно, мы получали особый кайф как бы от того, что он играет под гитару, а я исполняю, как бы, песни, и нет никаких рамок. И потом было очень удобно репетировать всё время вместе, рядышком. Конечно, да, да, и по ночам, и всё такое, и как только приходит какая-то мысль, то сразу бежишь сообщать. Вот. Просто потом мы стали взрослеть, и, естественно, разные там институты, разные работы, уже разные компании, разные друзья, вот, поэтому просто... А чем он занимается у тебя сегодня? Он занимается музыкой тоже, он композитор многих спектаклей, многих, по-моему, даже какие-то кинофильмы у него. Вот пишет песни, вот в альбом «Варежка» вошли две его композиции, как раз написанные им, ну, в юном возрасте, называется «Проспекты» и «Уао». Вот «Уао» мы обязательно сыграем завтра, 3 ноября, да. Да, как раз с бэками вот эта песня потрясающая, мне кажется, легла, она стала такой ещё более драйвовая. Варвара Висбург, друзья, в программе «Лучшая в стране», мы продолжаем общаться с нашей гостью. Клип «Сумерки» — это, если я не ошибаюсь, 2016 год, прошлый. Мы, кстати, посмотрим клип, который появился в этом году, премьера, вы, конечно, его уже видели и знаете, но вот Варвара ещё не видела в нашем эфире, в нашей студии, она посмотрит, в общем, для неё это будет премьера в нашем эфире. Я хочу спросить вот, что, Варечка, ты к своим клипам относишься серьёзно? То есть ты принимаешь участие в сюжете, в разработке, в идеях и так далее? Или есть специально обученные люди, которые просто тебе говорят, «Варя, собираемся во столько, ты должна сделать вот это, встать вот здесь, мы всё сделаем за тебя?» Ну, если честно, я мечтала бы встретить таких людей. Где вы? Где вы? Но пока что приходится... Ну, я это делаю с удовольствием, но в неком таком творческом накале. То есть идеи рождаются обычно по ночам. И когда ты загнан в угол, и тебе срочно завтра нужно подать идею режиссёру, чтобы он как-то чего-то нарастил её и как-то смог... Да, понял, как это вам платить. Да, да. Вот, например, немножко забегая вперёд, про клип «Ниже ноля», я хочу сказать, что там такая история... Я вдохновилась очень фильмами Такеши Китана, знаете, да? Потрясающий режиссёр. Обожаю его ранние фильмы и поздние, и криминальные, и лирические. И вот, и как раз вот хотелось изобразить такого некого якудза как бы уже в формате как бы нашей страны. Он такой немножечко из, как сказать, там машина у него такая в стиле двухтысячных. То есть он так сильно не выделяется, но ведёт очень разгульный образ жизни. Вот некая такая героиня, которая вроде как то ли его шофёр, то ли его везёт, то ли непонятно что. То вот какая-то, то есть такой наоткуп зрителю хотелось эту историю сказать. Ну, на мой взгляд, очень получилось. Спасибо. Так что мы ещё буквально через три минутки посмотрим с вами, но прежде ещё, конечно, пользуясь случаем, поговорим с Варварой, кстати, которая призналась во время нашего ухода на рекламу о том, что в планах ещё несколько клипов, аж на несколько песен, и, в общем, ждём этих самых премьер. Ты уже тоже всё для себя решила, на какую песню, какой будет сюжет? Ночами уже думала над этим? Ночами я думала над тем, что вот на песню «Падал снег» мне безумно хотелось мультипликационного фильма, клипа, и удалось связаться с замечательной девушкой из Екатеринбурга, с которой мы вот сейчас раздумываем как раз на тему вот этих вот персонажей, как чего, какая история, в каком стиле. Это очень красивая зимняя такая сказка должна получиться, мне кажется. Здорово. Давай мы немножко проговорим про твой термос. Потому что, конечно, нас смотрят сейчас, да, я думаю, что это такое, что такое происходит. Но надо сказать, что я смотрела твое интервью, ты практически везде обязательно с термосом или с кружкой, да, с какой ты находишься, или там напитки. Каждый раз по-разному. Где-то это у тебя напиток компота с сухофруктов. Что сегодня в твоём термосе? Сегодня просто чай какой-то из пакетика, ромашка. Вот. Ну, всё время просто, в самом деле, я всем советую. Мы часто выходим из дома утром и возвращаемся там поздно вечером, скажем так. А чай даже в дороге или когда ты не успеваешь перекусить, попить очень важно, друзья. Так что рекомендую. Так что, да, берём примеры с собой. Обязательно термосочек или термокружка, как это водится с чайком или с компотом. А у тебя какая-то особенная любовь к серёжкам деревянным? Вот в клипе «Якутяночка», точно я знаю, да? Да, да, да. Какие-то ты показывала у себя в соцсетях, новые абсолютно серёжки. Как раз с них и пошла, с «Якутяночки» пошла эта история, потому что это... И вот эти тоже, кстати? Да, 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 вот эти матрёжки. Да, это матрёжка. Ух ты, точно! Да, вот если видно на светлом фоне. Да, теперь видно, конечно, да, форму матрёжки. Вот это введение на дизайн, это... Вот мне приятно, что совпадают и изделия, или то, что человек делает, с тем, какой он. То есть она замечательная и творческая личность, которая делает такие всякие разнообразные штуки. У них есть и платки, и всё такое. То есть я сама как бы фанат, поэтому пошло всё с «Якутяночки». Мы познакомились благодаря ей. Сколько у тебя уже, скажи, комплектов этих? И все деревянные? Много. Много, да. На все случаи жизни. Ну это здорово. «Ниже нуля» Варвара Висбор прямо сейчас в нашем эфире. Как раз вот самый новый клип нашей гости. Потому что если вдруг вы ещё по какой-то причине не видели, смотрите внимательно. «Ниже нуля», друзья, Варвара Висбор, программа «Лучшая в стране». И у нас в гостях, Варочка, конечно, пользусь случаем, спрашиваем тебя, Варвара, ещё раз про этот клип. Кто был с гитарой? Как были выбраны актёры для участия в твоём клипе? Спасибо. Я как раз вот сама сейчас смотрела клип и говорю, смотрите, смотрите, это же Денис Благушин. Денис Благушин — гитарист, он сотрудничает с Димой Биланом сейчас. И вообще большой наш друг-товарищ, я его обожаю. И мы посотрудничали с ним как раз вот в альбоме «Многоголосие». Есть песни «У кого будет диск, там внутри всё написано, кто чего». Вот, и Денис в нескольких песнях прям принял такое активное участие. Вот, и поэтому он, собственно, записал партию эту в этой песне, поэтому мы решили его преподать, то есть как такого special guest, да? Ну, в общем, заслуженно, конечно, да. Вот, его решил преподать в клипе. А также я хочу сказать как раз вот про роль Якудзы, такого Виктор Ким играет эту роль. Замечательный просто человек, он и музыкант, и актёр, то есть такая тоже разносторонняя личность творческая. Мы познакомились на съёмках, вот, и ужасно рада, в общем, такому знакомству. А также хочу отметить Надю Магай, чьи потрясающие ноги идут в начале клипа. Вот, ну, она очень человек с юмором. Ну, а мы все, конечно, Варечка, тебя отмечаем особо в этом клипе, да. Спасибо. И голос, да. И я очень хотела спросить вот что. Достаточно много времени ты проводишь за рулём в этом клипе. И где-то мне попалась тоже информация в интернете о том, что на вопрос журналистов, точнее, это ваше самое действие, при котором вы получаете удовольствие, ты отвечаешь, что это вождение автомобиля. Но ты делаешь уточнение, что только за городом, не в городе ни в коем случае. Это действительно так? Ты получаешь удовольствие от вождения? Да. И частью тебе удаётся получить удовольствие. Ну, если едешь там, например, по шоссе без пробок, это же вообще кайф. А как это происходит обычно? То есть ты с кем-то едешь, там, с супругом или с водителем, с директором, а по городу они везут тебя за город, везжают, так, так, стоп, теперь сажусь я за руль. Ну, типа того, да, мы с супругом как бы как раз меняемся. Он берёт на себя экстремальные городские передвижения. Ну, так, где-то можно протиснуться. Да-да-да, я как раз более такие расслабленные. Друзья, завтра уже, 3 ноября, в концертном зале «Вегас Сити Холл» будет концерт, презентация нового альбома «Варвара Бизвер» многоголосия. Варечка, что тебе обычно приносят на концерты твои поклонники? Они приносят мне себя, они приносят мне своё настроение, своё внимание. Цветы, скажи, завтра готовиться, нас смотрят, слушают, то есть чем? Ну, странный вопрос, никак не пойму, как бы хочется как-то поскромнее сказать, что типа да нет, ничего не надо, ну, как каждый сам же решает. Да, но, например, тут можно сказать, что я цветы не люблю, несите мне конфеты шоколадные, вот так. Нет, я так не могу сказать. Ты любишь цветы? А какие больше всего тогда? Странный вопрос. Цветы, цветы, цветы. Ничего не скажу про цветы. Вот, ну, правда. Главное, чтобы от души, правильно? Ну, да, 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 это правильный ответ. Варя, что касается личной жизни твоей, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя в планах уже подарить дедушке Юрия Весбору правнуков? Думаешь об этом? Ну, хорошая идея, кстати, еще пока не задумывалась. Ну, вот теперь будешь задумываться, наверное, да, я так полагаю. Видимо. Что касается концертов, вот понятно, что гости Москвы и жители столицы завтра посетят твой концерт, а остальные города и весь. Есть ли у тебя уже какие-то даты или города, где можно тебя посмотреть и послушать? А на самом деле, я знаю, что на завтрашний концерт едут из других городов. Из разных городов, да, самые верные поклонники так и поступают. Это потрясающе. Спасибо вам, я вас очень жду. Вот. И я хочу сказать, что мы два года достаточно провели в таком закрытом кругу студий и каких-то репетиций, потому что мы выпустили в том году альбом «Варежка», в этом году альбом «Нагоголосие», и мы, собственно, на протяжении этих двух лет работали над ними и очень мало выезжали. Мы были только в Нижнем Новгороде, в Краснодаре. Вот. И мы сейчас постепенно как раз будем выбираться, я очень надеюсь, что не будет слишком затянуто, вот тихонечку будем стараться. Варя, скажи, пожалуйста, какие слова или, может быть, чьи слова, чья похвала для тебя запомнилась больше всего? Потому что, конечно, твои поклонники, они не жалеют слов, они настолько тебя хвалят, и хрустальный голос, и умницы, и чудесницы. Даже есть такие сообщения среди вакханалий, мракобесия, фальша, разврата, варвара, островок чистоты, искренности, поэзии и легкости. Благодарим. Я думаю, что... Понимаете как? Это... То, что говорят слушатели, это, конечно, самое ценное, самое драгоценное. Вот. Это на первом месте. А второе, наверное, то, что скажут, скажем так, коллеги, да, которые в музыкальной сфере. На два полюса вот эти вот представители. Но, прежде всего, это слушатели и зрители. Друзья, какое счастье, что завтра есть у вас возможность не только написать комментарии в Варваре, но и присутствовать на концерте. Да. Веган Сети Холл, альбом на Гоголосе, я тебя поздравляю с альбомом. Спасибо большое за то, что ты пришла, и завтра тоже пусть всё будет на высшем уровне. Спасибо большое и слушателям, и зрителям, кто сегодня был с нами тоже. Варвара Висборг, друзья. Спасибо всем и до встречи.